Ровными колоннами ребята движутся по Красной площади Чебоксар. Они наблюдают за своими сверстниками, старательно чеканят шаг и держат осанку. На ежегодном параде дошколят и юнормейцев, который прошел в столице Чувашии в преддверии Дня Победы, абсолютно все как у взрослых. Та же торжественная атмосфера и то же знамя, на которое нужно держать равнение. С праздником детей их родителей и наставников поздравила заместитель министра образования и молодежной политики Алексина Федорова. Она еще раз напомнила о том, какой ценой далась победа советскому народу. На самом деле Великая Отечественная война – это самая страшная страница в истории нашего государства. Мучительно в 4 года 27 миллионов погибших людей. С лица земли стерты тысячи городов, деревень и сел. Уничтожены фабрики и заводы. Именно благодаря единству народов, которые проживают на территории нашего государства, их мужеству, героизму и патриотизму мы победили врага. Наравне со взрослыми мужчинами воевали и трудились дети, женщины и старики. Сегодня мы с вами должны благодарить каждого из них. Именно благодаря им мы сегодня живем в таком сильном государстве. На ребятах форма различных родов войск. Сияют белизной костюмы моряков. А серо-зеленые одежды времен Великой Отечественной напоминают о тех, опаленных огнем войны 40-х. Громные страны, безумятных строителей той же истории. Конечно, ребята в форме чувствуют себя уже совершенно по-другому. Они стараются держаться строго и сдержанно, как и надлежит вести себя на параде. Мне кажется, детки понимают все равно, потому что настолько они такие строгие, собранные, идут ровным шагом. Ни одной запинки, если вы обратили внимание, никто практически вообще не допускает ошибок. Я думаю, что маленькие детки понимают. И в первую очередь это для них праздник, и праздник из детства, который, как говорится, нам нужен всем. Ребята и воспитатели из Чебоксарского детского сада номер 165 выбрали форму морских пехотинцев. За смелость и отвагу этот род войск заслужил прозвище «Морские дьяволы». Воспитанники долго готовились к параду «Дошкалят» и учили строевой шаг. Мы готовились к параду очень долго, старательно, и пытались, чтобы что-нибудь получилось у нас. Конечно, самая главная задача такого мероприятия – это подарить ребятам праздник. А весна победы навсегда останется в сердце каждого юного патриота. Елена Яковлева, Бахтияр Вилеев. Жизнь столица.